Друзья, всем привет! С вами на связи Гузель Курманова. И в этом видео я хотела поговорить о таком гормоне, как тестостерон. Многие девушки считают, что в норме этого гормона в женском организме быть не должно. Но это не так. Тестостерон вообще относится к андрогенам, и в женском организме он синтезируется яичниками. Вообще хочу обратить ваше внимание на то, что не бывает отдельно женских и отдельно мужских гормонов. У нас есть в организме представители всех гормонов просто в разных соотношениях. Итак, какова же роль этого гормона в женском организме? Прежде всего он влияет на когнитивную сферу, то есть это на внимание, нашу логику, память, восприятие информации. Также влияет на настроение, отсутствие склонности к депрессии. Гормон обеспечивает регуляцию мышечной и жировой массы в пользу развития мышечной ткани. Отвечает за плотность костной ткани. И наряду с другими гормонами он активно участвует в регуляции репродуктивной функции. Таким образом, дисбаланс тестостерона в организме, как в сторону повышения, так и в сторону понижения, конечно же, будет требовать коррекции. Давайте с вами рассмотрим, какие же бывают признаки повышенного уровня тестостерона в женском организме. Прежде всего, такие девушки будут жаловаться на активный рост волос в тех местах, где они у девушек не должны расти. В частности, это обильный рост волос на лице, то есть это на щеках, на нижней губе, в области низа живота, внутренняя и внешняя поверхность бедер, кожа становится сухой, начинает шелушиться. Кроме того, может происходить перераспределение жировой клетчатки с повышением объема жировой клетчатки в верхней части туловища. Может отмечаться нарушение углеводного обмена. И все это может привести к нарушению менструального цикла, склонности к самопроизвольным абортам. Основные причины такого состояния это различные патологии со стороны эндокринных органов, таких как гипофиз, надпочечники, патологии со стороны яичников. Если же девушки будут жаловаться на сниженное настроение, депрессию, усталость, упадок сил, снижение либидо полового влечения, невозможность выполнять даже минимальные физические нагрузки, отсутствие мотивации, то скорее всего здесь уже будет идти речь о недостатке тестостерона. Причинами снижения уровня тестостерона являются, во-первых, это может быть генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания, различные патологии эндокринных органов. Также снижение уровня тестостерона могут спровоцировать прием различных лекарственных препаратов, противогрибковых препаратов, которые используются в лечении язвенной болезни желудка. Также стресс, недосыпание, недомогание, снижение иммунитета и многие другие факторы. Вредные привычки алкоголь, курение, несбалансированное питание, то есть высокое содержание углеводов быстрых в пище, низкое содержание клетчатки в рационе, также могут привести к снижению уровня тестостерона. Таким образом, тестостерон обеспечивает высокую работоспособность женского организма, активный жизненный тонус, поэтому если у вас есть подозрения на дисбаланс уровня тестостерона, следует, конечно, обратиться к специалисту, для того, чтобы врач мог найти причину данного состояния и устранить ее. Если это видео было вам полезным, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Желаю всем огромного здоровья и до скорых встреч!